Попотребляли алкоголь сегодня? Нет? Нормально себя чувствуете, да? Давайте пройдем, посмотрим вас в патрульном автомобиле. Как только появились видеокамеры, водитель сразу же изменил решение. До этого, уверяют сотрудники полиции, отказывался выходить из авто. Оказалось, у него отсутствует страховой полис. Получил штраф и пошел домой пешком. Знаете, что на проспекте Ленина аварий много случается? Конечно, быстро не ездим. Но вот вы обладатель автомобиля такого спортивного. Мы уже понимаем. Теперь сразу шесть патрульных автомобилей каждую ночь дежурят на центральном проспекте Барнаула. Это в три раза больше, чем в другие дни. Причиной такого решения послужил целый ряд страшных ДТП. Самое громкое – столкновение БМВ 6 серии и Рено. Тогда в аварии погибло три человека. Двое до сих пор в реанимации. Виновник в СИЗО. Эмоций много было. Зачем так лед? Тем более город. Ладно, выехал за трассу, за город, где людей нет, никого. Еще можно маленько притопить. А так вот ездить, не знаю. В вечерние и ночные часы, когда город засыпает, просыпаются они, любители прокатиться с ветерком. Проезд на красный и быстрая езда. Эти нарушения чаще всего мелькают в сводках ГИБДД. В итоге правоохранители объявили тотальную проверку. Это предполагает не только остановку нарушителей, но и всех, без исключения машин. Поэтому пока о цифрах говорить рано. Будем позже делать выводы какие-то. Но уже видна работа, проделанная экипажами. У нас после 8 часов уже более-менее мы с вами проехались. Спокойно становится. Гонщиков практически нет. Вообще их я не заметил. С таким дополнительным контролем, как это ни странно, сами участники движения согласны. Правда, говорят, иногда все же хочется немного превысить скорость. Вот только условий нет. Если хочется выехать куда-нибудь погонять, то за город, либо на специально отведенное место. Было бы неплохо, если бы его сделали в Алтайском крае. Построили. Если бы было место специальное, так называемый трек, я думаю, большинство людей было бы там. Для того, чтобы центральный проспект Барнаула не превращался в арену для гонок, завтра установят систему арена. Это устройство с фотофиксацией замеряет скорость. Пешеходам, в свою очередь, тоже не стоит забывать об элементарных правилах дорожного движения. Даже если этот маршрут короче, в руках тяжелые пакеты и есть проблемы со здоровьем. Кирилл Политов, Николай Шилко. Наши новости. Продолжение следует...